28 мая 2022 года любители футбола будут следить за финалом Лиги Чемпионов UEFA между командами Ливерпуль и Реал Мадрид. Спортивный сравнил их достижения и определил, кто заслужил кубок Ёлки-Палки. Для этого я выделил 15 категорий. 1. Сколько финалов, сколько выиграно кубков. Мадридцы из 16 попыток выиграли 13 трофеев, а у Мерсисайдцев 9 финалов и 6 кубков. 1. Плюс заработали испанцы. 2. Достижения в прошлом сезоне. Как известно, Реал дошел до полуфинала, где уступил Челси 1-3, а Ливерпуль уступил в 1-4 финала с таким же счетом 1-3. Счет сравнения становится 2-0. История встреч Галактика содержали 4 победы, дважды сыграли в ничью и 3 раза проиграли 3-0. И тут болельщики Ливерпуля вспоминают финал 2005 года, когда их любимая команда горела 0-3 Милану после первого тайма. Статистика текущего сезона. Победы, ничьи, поражения. Коллектив Анчелотти выиграл группу D. В итоге провел 12 игр, 8 побед и 4 проигрыша. Плюс достается их соперникам, так как красные выиграли группу B, одержав в общей сложности 10 побед, 1 ничью и уступив всего лишь 1 раз. Удары, эффективность ударов. У испанцев 176 ударов, 68 попаданий в створ. У команды Клоппа 199-72. Казалось бы, у англичан показатели выше, но эффективнее действовала команда из Мадрида. 38 против 36. Да, у них меньше ударов, но зато они больше достигали цели. Голы, разница голов в текущем сезоне. У Реала 28 забито и 14 пропущено. Разница плюс 14. Ливерпуль сокращает счет 4-2. У них разница забитых и пропущенных мячей плюс 17. Ах да, пока не забыл, напишите, нужно ли такое же сравнение финалистов Лиги Европы и Лиги Конференций. Угловые штрафные. У первой команды 53 угловых удара и 168 штрафных. У второй 86 угловых и 160 штрафных. Я думаю, будет справедливо, если сливочные получат плюс за штрафные, а англичане за угловые. Желтые и красные карточки. Реал много набезобразничал, получив 26 предупреждений, а у соперника горчичников почти в 2 раза меньше. Счет 5-4. Точность передач. В этой категории побеждает клуб Анчелотти. 87% против 86%. А самым эффективным клубом сезона стал Шахтер, у которого было 90% точных пасов. Владение мячом. В этой категории Реал терпит разгром, проиграв Ливерпуль с 10% разницей. 60,1% показала еще Бавария. Отборы. Англичане здесь подкачали. 148 против 107. Но я думаю, что этот клуб один не останется лучшей бомбардир. Бензима заколотил 15 голов 5 в группе и 10 в плей-офф. У Салаха 8. 7 плюс 1. Лучший ассистент. У Венисиуса 6. 3 плюс 3. У Тренда 4. 3 плюс 1. Вы тоже заметили, что игроки Реала прибавили в плей-офф, а игроки Ливерпуля более эффективнее были в группе. Рейтинг UEFA. Многолетний лидер клубного рейтинга Реал упал на пятую позицию, а Мерси Сайдса вторые. Им достается плюс. Состав. Трансфер Маркет оценивает игроков мадридского клуба в 756 миллионов евро. Английский коллектив сильно подешевел, но это не помешало выиграть эту категорию. С небольшим преимуществом побеждает Реал Мадрид 9-7. Как известно, Юрген Клуб подписан на спортивный. Перед игрой он зайдет на наш канал, проанализирует эту статистику и сделает выводы. Кстати, вчера я опубликовал ролик, в котором мы узнали новое расписание стыков на чемпионат мира в Европе и в мире. Напомню, что наши видео выходят также в Телеграме, ВКонтакте, Рутубе и Дзене. Ставьте пальцы вверх, если обзор понравился. Услышимся.